МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Елена Бабкова. И главное сегодня. Заминировал ЖД вокзал в Кормиловке. 17-летний подросток изготовил муляж бомбы. Растопит лёд и испарится. Магистрали Омска обработают новым реагентом. Наказание за хищение миллиарда в эти минуты зачитывают новый приговор их с чиновнику Вадиму Меренкову. Погрузили в виртуальную реальность и отправили в прошлое. В Омске студенты сняли первый 3D-клип. Грузинские с мясом, английские с мёдом и украинские с печи. Что ещё ждёт омичей на Масленицу? На ЖД вокзале в Кормиловке обнаружили муляж бомбы. По информации издания «Вечерний Омск» в туалете пассажиры заметили подозрительный предмет. В панике они побежали к дежурному. На место прибыли кинологи с собаками, сапёры и бойцы ОМОН. Специалисты пришли к выводу, что на вокзале находится самодельная бомба, изготовленная из батареек, проводов и баллончика дезодоранта. Оперативники вычислили лжетеррориста. Им оказался местный 17-летний подросток. Какое наказание ему грозит, неизвестно. В полиции от каких-либо комментариев отказываются. В эти минуты в суде зачитывают приговор бывшему министру Вадиму Миренкову. Напомню, на уже осуждённого экс-чиновника завели новое дело. Но опять по статье «Превышение должностных полномочий». На этот раз сумма хищения более миллиарда рублей. Следствием установлено, что в январе 2008 года департамент имущества, где тогда работал Миренков и компания «Стройбетон», заключили договор аренды на 9 земельных участков под застройку. По условиям, до 2010 года предприниматели должны были выплатить более миллиарда рублей. Но к сентябрю 2009-го перечислили только 234 миллиона. Департамент имущества подал иск о взыскании долга и неустойки. А Вадим Миренков, как первый заместитель директора депимущества, подписал мировое соглашение с ответчиком. При этом чиновник полностью простил задолженность более чем миллиард рублей. Именно такая сумма была к тому моменту с процентами. Добавлю, по предыдущему делу Миренкова обвиняли в незаконной продаже земель по заниженной стоимости. Приговор 4,5 года о лишении свободы. Сколько лет добавятся к этому сроку или Миренкова оправдают по делу «Стройбетона» станет известно в ближайшие часы. Омские дороги будут обрабатывать безопасным реагентом. Стал известен победитель торгов – это компания «Сперми». В течение 10 дней в Омск поставят почти 500 тонн антиобледенителя. И от пескосоляной смеси можно будет отказаться. Новый реагент – это сыпучий материал в виде кристаллов и гранул, который плавит лед и снег, но главное – сам полностью испаряется. Один грамм вещества может расплавить в 8 раз больше льда. Кроме того, реагент экономичен в расходовании. На 1 квадратный метр требуется от 40 до 120 граммов, в то время как пескосоляной смеси нужно от 250 до 300 граммов. Специалисты назвали тех, кто все-таки будет получать компенсацию за семейное образование. Рабочую версию законопроекта обсудили на Общественном совете в Минобразовании региона. Предлагается выплачивать компенсацию родителям ребенка-инвалида, победителя Олимпиад регионального или федерального уровня, семьям, где сложности с доставкой школьников в учебные заведения, к примеру, нет дороги. Выплата положена и малообеспеченным родителям. В отдельную категорию выделены те, кто уже получал компенсацию с 1 сентября 2018 по 1 сентября 2019 года. До 1 июня доработанный документ представят на рассмотрение губернатору и депутатам регионального парламента. Погрузили в виртуальную реальность и отправили в прошлое. В Омске сняли первый виртуальный клип с углом обзора 360 градусов. В фокусе специальной камеры оказался каждый миллиметр съемочной площадки. Изображение можно поворачивать как угодно с помощью компьютерной мышки. Главными героями уникального видеоролика стали бойцы омских студенческих отрядов. В клипе ребята записывают песню, посвященную движению и даже погружаются в быт советских студотрядов. Что понадобилось для съемок и главное, как посмотреть первый омский виртуальный клип, расскажет Елена Смирнова. Смотреть VR-клипы можно и на самом обычном компьютере, но для полного погружения в пространство клипа можно вооружиться вот такими специальными очками. В них уже вставлен смартфон, запущен клип. Давайте попробуем. Действительно очень интересное ощущение оказаться прямо вот внутри клипа, а не просто наблюдать со стороны. Угол обзора всех локаций 360 градусов. Здесь только и успевай смотреть по сторонам. Вместе с героями клипа зритель оказывается то в студии звукозаписи, то на большой сцене, на уютной кухне, а потом и вовсе отправляется в советское прошлое. Антураж создавали в музее просвещения, нашли старые бойцовки и даже значки на них расставили строго, как в то время. На то, чтобы погрузить всех желающих в атмосферу студенческих отрядов, у авторов виртуального клипа ушел месяц. От идеи и заказа специальной камеры до съемок и монтажа. Исходное видео выглядит вот так. Со студенческими отрядами продакшн студия работает уже почти 10 лет. И именно снимая ролики для омских бойцов, обкатывают все новинки и пробуют новые фишки. Анимации, оживление, фото, клиповая съемка еще ни разу не повторились. Теперь вот VR, виртуальная реальность. Сама технология не нова, изобретена еще в 1968-м, но обороты стала набирать только сейчас. Главная сложность – снять нужно с одного дубля. Места для склеек здесь нет. Крутость этого клипа заключается в том, что этот клип можно отсмотреть сразу несколько раз. Каждый раз его пересматривая, можно увидеть что-то новое. Тем более мы там зашили много прикольных таких пасхалочек, таких маленьких, которые появляются буквально в одну секундочку. Ну, например, там в какой-то момент, если увидеть, появляется человек на единороге. Конечно, это невероятная эйфория от того, что это вообще такой первый серьезный проект, в котором я участвовала, что это было именно на ту песню, которую я записала. Поэтому у меня в основном впечатление складывается за счет того, что люди говорят, что как это классно, спасибо большое. Конечно, спасибо за клип не мне, а ребятам, но все-таки очень приятно, что я приняла в этом непосредственно участие. Ажиотаж вокруг первого омского виртуального клипа не заставил себя ждать. И не только среди студентов. Омские предприятия теперь заказывают 3D-экскурсии по своим цехам. В планах у ребят создать видео, в котором зритель сможет еще и поучаствовать, например, поговорить с персонажами клипа. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Впечатлиться делами сильных представительниц слабого пола, знаменитых на всю страну, можно будет в мультимедийном парке. Экскурсии 8 марта здесь посвятят великим женщинам в истории России. Чем прославились выдающиеся россиянки и какие подвиги они совершили, расскажут посетителям. Узнают здесь и о слабостях героинь. К примеру, нарядам посвятят отдельную тему. Кстати, вход в исторический парк завтра для амичек бесплатный. Поступить в ГИТИС теперь можно онлайн. Знаменитый театральный вуз устраивает прослушивание в интернете. Чтобы пройти первый тур, нужно исполнить басню, стихотворение или отрывок из прозы, а затем разместить видео с выступлением на сайте проекта «Поколение М». Талантов отберут педагоги Института искусства, и ребята получат приглашение на второй этап. Сдать экзамены онлайн можно на актерский факультет, а также факультеты музыкального театра и эстрады. Амичи встретят крымскую весну. В этом году исполняется ровно пять лет с момента проведения референдума. Жители Крыма почти единогласно с результатом 97% проголосовали за воссоединение с Россией. К знаковой дате в регионе проведут ряд мероприятий образовательных, культурных и спортивных. Кульминация 16 марта на площади у исторического парка состоится большой концерт. Напомню, в 2014 году Амичи поддержали решение крымчан вновь войти в состав Российской Федерации. В том же году было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и Советом министров республики. У региона сложились дружеские и деловые отношения с крымскими городами. Налажено партнерство со многими предприятиями. Например, крымчане любят омское сливочное масло, сыр и мясные полуфабрикаты. Развиваются и культурные связи. Артисты-галерки уже не раз выступали с гастролями в Севастополе. Трутомичик отметил глава государства по указу Владимира Путина. Медали за заслуги перед Отечеством сегодня вручат двум сотрудницам Омского НИИ приборостроения. Галине Хазан и Нелли Хмыровой. На предприятии женщины трудятся уже много лет и не раз участвовали в разработке и создании новой спецтехники. Цветы и награды в канун Международного женского дня получат также и многодетные мамы. Медалями жительниц региона наградит губернатор. Ну а после представительницы прекрасного пола будут чествовать в концертном зале. Свои поздравления с Международным женским днем омничкам в официальной телеграмме адресовали губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский. Цитирую. В нашей стране 8 марта всегда встречают с особыми чувствами восхищения, трепета и любви. Ведь этот праздник – замечательный повод сказать вам, женам и дочерям, мамам и бабушкам, подругам и коллегам, насколько всем мужчинам важно ваше постоянное присутствие и внимание. Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, гармонией и красотой. Конец цитаты. Грузинские блины с мясом, украинские с печей и английские с медом. Лакомство с национальным колоритом. Амичи отведают 9 марта на Блинфесте. Он состоится на площади перед Домом Дружбы. Начало в 13 часов. В программе не только дегустация. Гостям помогут смастерить персональные куклы-чучелки. Чтобы навсегда распрощаться со своими болезнями и невзгодами, их нужно сжечь на костре вместе с большим чучелом Масленицы. По-настоящему народные гуляния развернутся на Любинском проспекте 10 марта. В этот день с 12 до 16 часов улица станет пешеходной. Запланированы концерты, интерактивные площадки. Гости смогут проявить себя в молодецких забавах. Пойдут стенка на стенку или на скорость пробегут в шерстяных носках. Будет здесь и катание на санях. Из-за масленичных гуляний на Любинском в городе изменится схема движения. Так почти на сутки перекроют для автомобилистов улицу Ленина от Тарской до Партизанской. По-новому пустят и общественный транспорт. Так, 73-й автобус с Красного пути поедет по Интернационально и Гагарина. И вернется на улицу Ленина через Лермонтово. 94-й и 503-й в направлении Амурского поселка направят по улице Фрунзе. В городском департаменте транспорта Мечей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Читают о саморазвитии и секретах успеха. Стали известны самые популярные электронные книги о Мечей. Анализ провел один из интернет-порталов. Лидерами стали не романы и детективы, а размышления психологов и рассказы коммерсантов. Впрочем, о классике книгачей тоже не забывают. В список наиболее часто покупаемой литературы вошли несколько произведений Федора Достоевского. Среди зарубежных авторов, по данным сайта, Мечей отдает предпочтение Эрнесту Хемингуэю и Дену Брауну. И последнее. В Омске, похоже, появился свой хатика. Собака даже внешне похожа на героя известного голливудского кинофильма. Уже вторые сутки бедняга не сходит с места и кого-то ждет. Песы в ошейнике, его заметили неравнодушные Мечи и прислали в нашу редакцию эти фото и видео. Собака находится у одного из детских садов на улице Звездово. И днем, и ночью верный пес никуда не уходит и смотрит в сторону ворот. Возможно, его кто-то оставил здесь специально, а может, он просто потерялся. Вокруг жилые дома, недалеко частный сектор. Прохожие подкармливают несчастное животное. От еды пес не отказывается, даже наоборот. Только вот, скушав сосиски, снова бежит на место к воротам детского сада. Очевидцы надеются, что хозяин бедняги найдется. Или же кто-то захочет приютить собаку. Звоните в нашу редакцию по телефону 695-641. Впереди еще прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. В сезон гриппа и простуд в Омск привезли иммуноукрепляющие сорта меда. Десятки видов полезного продукта можно приобрести на традиционной ярмарке, которая в эти дни проходит сразу на двух площадках. Подробности в нашем сюжете. Десятки видов свежего и полезного меда сегодня привезли в Омск. Его собирали пчеловоды в регионах Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. В основном иммуноукрепляющие сорта. Например, липовый или из чабреца. Пасечники рекомендуют употреблять сладкий продукт по чайной ложке три раза в день. Наша семья очень любит мед. Всегда ждем с нетерпением выставку меда. Приходим сюда, покупаем. Всегда свежий мед от всех болезней. Также пчеловоды советуют присмотреться к новым сортам меда. Например, с добавлением вытяжки из целебных трав или ягод. Но особенно хвалят прополис и пергу, которые считаются природными антибиотиками. Мы можем предложить попробовать, например, мед с добавлением прополиса. Это одно из самых лучших средств именно от простуды, от кашля и от ангина. Также мы предлагаем попробовать липовый мед. Очень вкусный, ароматный. И ложка липового меда. Это прекрасный вечером сон. Но и также профилактика всех простудных заболеваний. При покупке двух килограмм любого меда мы даем в подарок полкило меда с перкой. Выбрать мед по своему вкусу амичи смогут на ярмарке в ДК Молунцево по адресу проспект Мира 58 и в торговом доме Корона, что в районе остановки ДК Бараново с 6 по 11 марта. Екатерина Лушникова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня 7 марта по области в Омске облачно, снег. Температура воздуха в районах в дневные часы 0,1. В Омске днем термометры покажут 1 градус со знаком плюс. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Увидимся в 14 часов. Субтитры создавал DimaTorzok